Смотрите, сегодня в программе «Наш край» волшебство наступающего Рождества в Финском районе приступили к подготовке к Рождественскому форуму. Дебют молодых специалистов. Во Снежицах впервые прошел конкурс среди работающей молодежи. Следы блока на Полесье. Литературная пинщина отметила 135-летие со дня рождения русского поэта. В Пинске начали подготовку к региональному рождественскому фестивалю. Уже известно, что большое мероприятие пройдет в деревне Чухова и в нем примут участие воспитанники воскресных школ Лунинецкого, Столинского и Пинского районов. Добрым светлым Рождеством, что уже стучится в дом, распахните шире двери, вы любви, надежды, вере. Актовый зал Чуховской средней школы наполнился детскими голосами. Здесь сегодня идет репетиция хоровоспитанников воскресной школы, сразу двух церковных приходов – Новодворского и Чуховского. Изучать священное писание местная детвора начала с 2006 года. За 9 лет воскресная школа под руководством Иерея. Сергия, настоятеля прихода храма Успения Пресвятой Богородицы, подготовила один выпуск. Мы первое, чего придерживаемся, это, конечно, священное писание истории Ветхого, Нового Завета. Кроме этого, конечно, мы ежегодно участвуем в празднике Рождества, Пасхи поздравительным словом. Наши ребята поздравляют не только прихожан, но и школу, Новодворскую базовую школу, Чуховскую среднюю школу. Также мы совершаем различные паломничества, Журовицкий монастырь, посещаем храмы города Турова. В этой воскресной школе немало учеников. Всего из двух приходов – 50 человек. Это дети в возрасте от 6 до 13 лет. Воспитанники занимаются в двух группах – старший и младший. Нас учат быть милосердными, добрыми. Мы учим больше о Боге, мы учим заповеди, нам рассказывают, что такое пост, для чего совершаются утренние и вечерние молитвы. Какой Бог на самом деле, заповеди. Много ребусов на православную тему, книг разных, Библия. Самая главная роль, которую на себя берут священнослужители, преподающие в воскресных школах – работа с детьми и их воспитание в христианских традициях. Воспитание идет не с того времени, когда ребенок лежит в дольском, а когда в папирок. То есть мы должны сеять слово, когда ребенок маленький. И поэтому, когда он воспринимает, и в дальнейшем он дает плод. Поэтому мы и наша основная цель, наши основные задачи в воскресной школе – это не только научить ребят знать священное писание, а самое главное – научить исполнять этот закон. Закон Божий. И чтобы эти духовные дары и духовные таланты, которые они приобрели в воскресной школе, они в будущей своей жизни, в дальнейшей, могли только приумножить. И этот фундамент, это основание воскресной школы, оно никогда не дало осадку. Незабываемыми для детей становятся и светлые православные праздники. Сегодня как раз идет подготовка к Рождественскому фестивалю. Ученики школы разучивают песни. Иисус Христос верился, и в нищий не родился. Не совсем не знали, не знали, не знали. Рождественскому фестивалю придали статус регионального. На форум пригласили выступить учеников воскресных школ Пинска, Пинского, Столинского и Лунинецкого районов. Участников концерта, который посвящен празднику Рождества Христова, ждут 10 января в Чуховском Доме культуры. Наречен, он первым и последним, он альфа и омега, начало и конец. На старте молодые специалисты впервые в агрогородке Снежицы прошли соревнования среди тех, кто недавно пришел на работу в коллективы Пинского района. И, судя по всему, у конкурса есть перспектива, потому что зал был наполнен зрителями. Впервые на сцене Снежицкого районного центра культуры схлестнулись в творческих поединках молодые специалисты. Именно те, кто после окончания высших учебных заведений пришли на работу в трудовые коллективы Пинского района. Программа у нас представление, то есть мы расскажем о своем предприятии немножко, немножко потанцуем, немножко попоем, что-то покажем смешное. Это чтобы народ знал своих героев, как так говорится, молодежь. Молодежь – это будущее нашей страны, ей поднимать нашу страну. Название у нас расшифровывается – симпатичные, энергичные, феерические, лучшие. У нас открывалось слайд-шоу, как мы проводим свои школьные будни. Затем у нас был танец, очень энергичный хип-хоп, мы танцевали. И так далее. Потом сценки различные на тематику школы. Творческий номер у нас тоже была сценка, физрукал. Как мы собираемся на турслет, потому что мы каждый год занимаем первые места практически. У нас все время подготовки к турслету, и мы решили это обогнать в жизни. Десятки участников из молодежных команд провели несколько недель в написании текстов и сценариев. Готовились к конкурсу, придумывали номера и перепевали песни на новый лад. Насколько успешно они подошли к первому в районе конкурсу молодых специалистов, могло оценить только жюри. Компетентное и молодое. Но это к слову. Я думаю, с чего начнем, так это с креативности. Это молодежь, я думаю, она подойдет креативно ко всем вопросам, ко всем конкурсам. Поэтому какой-то определенный рамок оценивания конкурсов, я думаю, у нас не будет. Как-то будем подходить ко всем одинаково, но при этом будем оценивать молодость, креативность. Местная власть поддерживает такие конкурсы. И в будущем, не только в рамках Года молодежи, будет спонсировать и поддерживать, и помогать, далее способствовать таким конкурсам и иным, где участвует у нас молодежь, поддерживает развитие нашей молодежи. Сборные нефтеперекачивающие станции «Дружба», педагоги Снежицкой школы, воспитатели местного детского сада и труженики открытого акционерного общества «Снежицкая» столько желающих участвовали в набирающем обороты конкурсе молодых специалистов. Хорошие девчата, которые работают в детсаде, умные и веселые, да просто радуются глаз, лишь мы затянем песню, и дети в нашей группе голосами своими поддерживают. Вы знаете, сегодняшний конкурс у нас называется «Молод, здоров, успешен». Здесь и здоровье, и молодость, и красота, конечно же, в первую очередь, это общение, знакомство. Вдруг кто-то найдет здесь свою вторую половинку. Мне хочется надеяться, что эту идею подхватит весь район, и где-то будет потом и районный конкурс. Сделать его масштабным на будущий год – такую задачу поставили перед собой организаторы. И, судя по почти заполненному зрителями залу и аплодисментам, это вполне по силам. Желающих сразиться в творческом конкурсе будет наверняка немало. Эту капличку очень часто рисовал русский поэт Александр Блок. Ему по форме она напоминала ту церковь, в которой он учался со своей женой. Также Блока еще называют поэтом на стыке двух Россий – советской и революционной. Но сегодня на Пальесе вспоминают Блока все чаще, потому что именно сегодня исполняется 135 лет со дня его рождения. На карте деревни Лопатина музей Александра Блока появился 2 ноября 1980 года. Литературное сообщество тогда отмечало 100-летний юбилей со дня рождения русского поэта. И это был первый музей имени классика в Советском Союзе. Его создали по инициативе московского ученого и журналиста Георгия Блюмина. Около 300 ценных экспонатов, свидетельствующих о жизни Блока, составили экспозицию музея в те времена. Я уже точно не помню эту инициативу. Инициатива была, скорее всего, от известного Блюмина, это блоковеда московского, который приезжал сюда. И мы решили открыть музей. Вначале было несколько предложений. Одно из них было, это он жил в деревне Колбы, когда он проходил службу в доме Лемешевских. Думали там. Но после, ну дом тот уже был оставлен, там уже никто не проживал. И решили, учитывая то, что Лопатино дом культуры, современный, хорошее здание, значит, есть библиотека, мы решили здесь, на базе библиотеки, сделать музей. О белорусской странице жизни Александра Блока известно немного. Исследователи составили хронологию его пребывания на Пинчине, исходя из его писем матери и жене. Так, из района Полесских болот он писал, что много времени уделяет прогулкам верхом. На Полессе поэт встретил свое 36-летие. Эту половину жизни он назвал самой трудной. День рождения отмечал в деревне Парахонск. Помнят его следы и живописные места в деревне Колбы. Здесь сохранились капличка и дуб. Он очень любил проводить свое свободное время в тех местах. Экспонаты собирались и Федору Федоровичу Журавским, и работники отдела культуры, работники районной библиотеки. Ну, как бы всем миром мы собирали эти экспонаты, чтобы даже такая интересная деталь одна. Федор Федорович говорит, ну музей все-таки большой, значит, там полы, значит, мы постели такие новые, да. И надо было, чтобы были тапочки. И вот, надо ширить, не помню где, ну, видно в РКБУ в нашем, шире там где-то порядка 200 пар тапочек. То есть, планировали, чтобы был такой большой наплыв. Всего по выводам исследователей творчества Александра Блока, на Пинчине он провел 200 дней. На Полесской земле он жил издательскими делами и творчеством. Образы, которые здесь увидел поэт, нашли свое отражение в поэме «12». Так считают литераторы. Почему мы Блока считаем великим русским поэтом? Ну, такое, какое, это мой, как бы сказать, субъективное мнение. Ну, у меня такое мнение совпадает с Евгением Федоровым Книповичем. Это известный русский, советский критик, современник Блока и близкий человек Блока. Вот она говорила, что аккуратный до петантизма. Рыцевский вежливый, органический, не способный не выпнуть даже самого несносительного обещания. Бесконечно внимательный к нужным близким и очень далеких. Блок в трудные послеоктябрьские годы мог поистине служить образцом подлинной человечности. Литературный музей Блока отметил 35-летний юбилей. За время его существования здесь побывали более 50 тысяч человек. В том числе и делегации из Академии наук Беларуси. Музей получил статус народного и теперь насчитывает около 2000 экспонатов. Среди посетителей и поэт Валерий Гришковец. На его творчество существенно повлияли стихи и поэмы русского классика. Во-первых, Блок – мой любимый русский поэт. Начнем с того. И прежде чем здесь открылся музей, мне посчастливилось бывать в Ленинграде в молодости, причем не один раз. И я даже тогда написал свое стихотворение, посвященное Блоку. И когда в 80-м году, 35 лет назад, открывался вот этот музей, я это стихотворение читал с трибуны. Так что я имел счастье быть причастным к открытию этого музея. Имя Блока и его заслуги перед русской литературой звучали еще долго в музее-библиотеке Лопатина. Там прошел тематический вечер поэзии. На этой неделе установится прохладная пасмурная погода. Максимальная дневная температура плюс 8 градусов тепла. Ночная температура поднимется до отметки плюс 7. С понедельника 7 декабря ожидаются дожди, местами туман. 4 декабря Православная Церковь празднует введение во храм Пресвятой Богородицы. Верили, что в этот день по улицам проезжает сама зима. В белоснежной шубе на тройке лошадей. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком. Это означало добрый урожай хлеба следующим летом. Сильная зима готовь за крома. Так говорили по этому поводу наши предки. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись. 5 декабря в народном календаре Прокоп. С Прокопи устанавливается хороший прочный санный путь. Пришел Прокоп, разрыл сугроб. По снегу ступает, дорогу копает. Так говорили по этому поводу. В этот день ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить путь. И дорога, проложенная на Прокопи, держалась до самой весны. 7 декабря Катерина санится. Святую Катерину наши предки считали заступницей брака и невест, а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на Катерину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на женихов. И чтобы привиделся с ужиной, под подушку клали яблоневую ветку. В этот день начинали шумные гуляния на санях. И каждому непременно следовало скатиться с горки на санках, чтобы освободиться от душевного груза и обрести спокойствие. 9 декабря Юрьев день, или Егорий Зимний, волчий заступник. По народному поверью, на Егория даже бывалому уходнику встречи с волком лучше избегать. Те никого не боятся и готовы к нападению. Считалось, что с Егория медведь крепко засыпает в своей берлоге, а волки подходят вплотную к деревенским околицам и ищут добычу. К этому дню непременно конопатили окна, обивали войлоком дверь и утепляли погреба. Считалось, что в этот день нужно отдать долги, иначе всю жизнь долга ходить. А еще на Юрия нужно сходить в колодцу. По примете, колодезная вода подскажет, какой будет зима. Если тихо в колодце, жди зимы мягкой и теплой. Но если слышатся звуки, в юге до морозы придут. Смотрите наш следующий выпуск, и вы узнаете, когда наши предки спрашивали счастья у лесной птицы Сойки, и в какой день особенно полезно было помолчать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok